МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его возвели в рамках нацпроекта «Демография». Возможно, в новом комплексе проведут всероссийский турнир по тэквондо. На пресс-конференции губернатор Владимир Владимиров заявил, что в 2020-м в Крае планируют построить две новые системы, которые будут перерабатывать твердые коммунальные отходы. Глава Ставрополья отметил, что мусорная реформа проводится в регионе уже два года. Планируется, что в 2023 году система переработки отходов Края заработает в полную силу. Речь идет о ценных фракциях – стекле, пластике и других. А после этого в регионе перейдут переработки биоотходов. Школа номер 16 «Кисловодский», которая строит по нацпроекту образования, откроется к началу нового учебного года. Такую задачу городским властям поставил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе рабочей поездки на Канминводы, сообщает пресс-служба главы региона. Губернатор также дал поручение сделать новое учебное заведение участникам проекта «Дети Ставрополя», который поможет повысить уровень качества образования в школах региона. Отмечается, что школа номер 16 сможет принять до 275 учеников в одну смену. Двум селам Ставрополья планируют присвоить статус «рубеж воинской славы». С таким предложением губернатору Владимиру Владимирову обратилась краевая комиссия по наградам. По мнению экспертов, села Очикулак, Мефтикумского и Богдановское Степновского района достойны этих званий. Например, в Очикулаке во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои. Населенный пункт был стратегически важным объектом. Не менее изнурительные битвы были и в селе Богдановском. Решение о присвоении почетного статуса этим территориям примет губернатор после согласования с краевыми депутатами. Казминский групповой водопровод капитально отремонтирует в 2020-м по поручению губернатора Владимира Владимирова. Замена участка коммуникации длиной 2,6 км позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение в Кочубеевском районе и соседних муниципалитетах, в том числе в летний период. Общее число людей, которым наладят подачу ресурса, свыше 33 тысяч. Отметим, что его ввели в эксплуатацию в 1984 году. За время работы в трубах образовалась коррозия, поэтому их заменит полиэтиленовыми диаметром 500 мм.